Смотрите, что я собрала за это. Что-то сомнеряно красить. Ну, мы не знаем. Сюда. Помещается. Спасибо. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Видите, у меня голос, к сожалению, не концертный. 27-й международный фестиваль искусств, 27-й, я подчеркиваю, представляет сегодняшний вечер, который выбирается июньский вернисаж, абсолютно традиционный вечер в стенах этого замечательного храма культуры и искусств. Я так думаю, это правда. Вот и сегодня ваш взгляд укрытия выставки художников и поэтические чтения. К сожалению, музыкальная интермерция, которая была объявлена, увы, не состоится, потому что, ну, почти не состоится, я сыграю пару пьесок, потому что товарищ Никонов занят в Мариинском театре и никак он не смог сегодня приехать. Мы назначим отдельную встречу с ним. Ну, я сыграю несколько пьес для вас. Завтра будет торжественное закрытие фестиваля. Если у кого-то нету все эти программы, вот Ланна Петровна... Да, ко мне все. Я всем раздам. Я всем обладаю вас. Да, поэты и художники не очень вникают в то, что они участвуют в фестивале. Вот Борис Григоин говорит, а что, у тебя завтра тоже что-то? Завтра тоже не знаю, закричать на 500 мест в зал, поэтому приходите все. У меня еще вот такая пачка пригласительных билетов в 18 часов. Вот спрашивали, да. Да, ну, завтра будет кто-то из моих ребят стоять, и просто раздавать билетик. Просто подойти. Все услышали, просто подойти завтра в каскаду. В 18 часов. В 18 часов. Ну, в 18 начало, приходите без 15 часов. Без 15, да, чтобы не последний момент. Вот, сейчас, если они будут беседовать, то вы меня не услышите. Господа поэты. Извините. Да. Но все-таки, чтобы как-то... Фестиваль, хотя он посвящен музыке, живописи, поэзии, театру и кино, и все эти практически жанры были представлены в нынешнем фестивале, но музыка — это основа, поскольку я, прежде всего, музыкант. Я вам сыграю несколько пьес из не совсем давнего цикла. Я писал для своих студентов по фортепиано. Вот. И, мне кажется, они должны будут соответствовать нынешнему настроению и ситуации. Чьи-то вещи, пожалуйста, чьи-то вещи. 25 назад, когда в Орненбауме, и когда какие-то из таких замечательных спонсоров устроили необыкновенный совершенно банкет после этого фестиваля. И в основном отличились поэты. На втором месте были художники. Потому что все спали на траве в парке Орненбаум, тогда можно было бесплатно туда ходить. И поэтам штабелями просто складывали автомобили и развозили. А сейчас я смотрю, поэты не тех. Трежды отошел. Трежды такие. Ну, ладно. Трежды такие. Трежды отецкие. Трежды специально для нас с вами. Первый пьес называется... Ну, писалось это осенью, поэтому осеннее утро. Это коралл. Трежды отецкие. Трежды отецкие. Трежды отецкие. Трежды отецкие. Трежды отецкие. Трежды отецкие. Второй пьеса вальс. Почему-то он назывался «С днем рождения». Очередное поздравляю с днем рождения. Вот такой вальс. Трежды отецкие. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Мы отметили 225 лет со дня рождения нашего Александра Сергеевича Пушкина. И когда фестиваль задумался, когда наша площадка выбиралась, мы прежде всего хотели наши поэтические чтения традиционные посвятить этой дате, Пушкинскому Дню России. И оно так из года в год и проходит. Ну а в этом году еще и юбилей, и он будет продолжаться до конца года. Еще много-много интересных выставок, событий, встреч нас ожидают. И именно поэтому нам так сегодня, да, волнительно, ребята, я хочу представить замечательных ведущих, которые уже на протяжении тоже, наверное, сбились, ведут поэтические наши встречи. Павел Алексеев. Павел Сергеевич. Мы все вы их прекрасно знаете. Лучших ведущих поэтических чтений в Санкт-Петербурге нет и не будет. Вот смотрите, у меня в руках волшебная программка. И многие фамилии участников наших поэтических чтений здесь перечислены. Ребята знают. Ну вот я сейчас выберу к концу нашего зала там, да, где-то. Пожалуйста, те, кто хотел бы сегодня почитать, у кого не заявлено в программе, ко мне подойдите, да, и я тогда ребятам передам записку. Да, вот такая просьба. Итак, мы начинаем. Просьба не затягивать. Нет, я выполняю завет Сергея Александровича, что надо рассуждать. Надо рассуждать. Лучше до стихов, но можно и после стихов. И вместо. Вот, или вместо. Да, что я думал пока вот это все, вот этот фестиваль, это вообще такой прообраз синтетического искусства, правда? Вот я помню, у нас Литонарская застава был в доме культуры имени Горького. И вот пока идешь к этому месту, где мы собираемся, там какие-то балеринки проскакивают маленькие. Кто-то там занимается духовым оркестром, кто-то, какой-то, понимаете, коммунизм, такое место, такое синтетическое, да. Это до сих пор, эти места такие есть. Ну, не в смысле коммунизма, а в смысле синтетического. А вообще синтетическое искусство оперы. Опера, где и музыка, и текст, и балет, опера, балет, да. Раньше оперы не было без ставки балета, да, так скажем. А вот смотрите, раньше в живописи, вот китайская живопись или японская, обязательно был текст, правда? То есть когда-то это все было цело, когда-то это было цело, и где-то разошлось. Теперь могут просто буквы рисовать, да, там принты и прочее. Есть прекрасный афоризм, забыл кого, что живопись это молчащая поэзия, а поэзия это говорящая живопись, да. Вот, но зато музыке я тоже нашел одно определение, но оно такое стремное несколько, у Платонова. Он говорит, а музыка это окончательно запрещенная литература. Понимаете, но она все выражает. Вот сейчас тут был цирк, и прочее, понимаете. Ну вот не говорит. Вроманск, конечно, говорит и опера. А вот музыка молчит. Ну как она молчит, да. И Пастернат сказал, тишина, ты лучший, что слышал. Еще несколько слов. Спасибо библиотеке вот за эти прекрасные встречи. И вообще Петергов. Ну, вы все знаете, что здесь написан был Билейк Парус, Одинокий, где-то там, правда, на берегу. Вот здесь, здесь, здесь же был, Пушкин отдыхал, когда Сыроевский, или как-то там, здесь у него стихи были написаны, тетрадь 25-го года, так называемая, литература ведения, которую он оставил своему другу, опять забывал его фамилию. А потом ее чуть ли не выкупал у него, он хотел посмотреть, что же он там написал, понимаете. Значит, это место очень литературное. Кроме того, Вагинов, те, кто знает его романы «Козлиная песня» и другой, здесь попытка была такого, знаете, снова, уже 30-е годы начались, все прошло, вот разруха. И давайте снова искусством займемся, понимаете, это было такое дежавю, немножко нарочное, да, ну, кто-то читал роман, понимает, о чем я говорю. Оно не возрождается, понимаете, эта традиция, она просто идет, и искусству, в общем-то, не надо помогать, и большая просьба, давайте не хлопать сразу после каждого стиха, давайте хлопать после, когда он уже будет там, ну, заканчивать, да, вот. Ну, просто мы, бывает, что сбиваемся, Ахматов говорил, что после стиха еще какая-то тишина происходит, да, вот. Ну, еще много чего можно сказать, но я долго думал, с кого начать, вообще есть два способа начинать, заканчивать звездами или начинать со звездами, в Америке начинают со звездами, мы в Европе, давайте звезды потом, пускай, зажгутся, когда потемнеет, ну, тут долго будет, это поэтический марафон, вот. Вот, ну, кому я точно хочу предоставить первое, вот она даже не знает, сидит, телефон открыл, вот, но дело в том, что она живет здесь, это поэтесса Ирина Нертис, да. Я предоставляю слово, да, она выступала как-то в библиотеке Ломоносова, были очень красивые стихи, и очень красивые клипы к ним, вот. Вот, и единственное, что я пожелал, за что теперь каюсь, я сказал, говорит, а хочется, конечно, больше драматизма. И вот сейчас прошу за это просить, пускай это будет очень красиво и хорошо, если хотите, можно сидеть. Нет, я с ним. Ну, Ирину, кто еще должен быть помнить по нашему телевидению, по пятому каналу. Не пятому, телеканал 100. 100. Да, телеканал 100, Ленинградское радио, газета «Смена», у меня большая биография. Вот, и плюс вот эти книги тоже очень интересны, потому что это не только стихи, там и интересные фотографические работы. Вот прям не знаю, с чего начать, потому что подготовила два стихотворения. Одно, посвященное, можно сказать, Пушкиной библиотеке, а второе, вы поверите, Борису Миловичу Григорьевичу. Потому что я вам хорошие слова скажу. Когда начнем, со второго, хорошо? Ну, только знайте, чтобы у вас минут так шесть. Я быстрее его. Хороших. Меньше. Я быстрее его. Нужен микрофон или слышно? Очень хорошо. Не надо. Действительно, была замечательная встреча в Умаровской библиотеке, куда пришел Борис Милович, за что я ему очень благодарна. И он не просто пришел, а он сделал большую работу. Он прочитал две мои книжки. Они в нем как-то окликнулись, и он мне дал, как он только что сам сказал, обратную связь. Прошло какое-то время, и у меня написали стихи, в том числе и под влиянием того, что вы мне сказали. Помните, вот у нас только что тут было жаркое лето, а до этого весна никак не могла начаться. Вот как раз лето ушло, весна не начинается, продолжается. Весна никак войти не может. Стоит неделю на пороге. Боится верно потревожить, не сложенные в рифмы строки. Они так робко, боязливо рождаются в душе под вечер. Хотят внести надежду миру. Наколдовать влюбленным встречу. Новорожить детей рождения. Насочинять всем людям счастье. Случается стихотворение, когда ты к замыслу причастен. Но не дают покоя мысли. А мне ли говорить об этом? Стихи всегда рождают смысл. Их ловят в небесах парик. Сказали люди, ближе к жизни. Простой, обычный, ежедневный. В словах побольше драматизма. Их хватит текстов о вселенной. Жаль. Будничность не вдохновляет. Сомнение снова душу бложит. Как без галактик чудо знал. Весна без них прийти не может. И еще одно. Я шпаргалку тоже открою. Дело в том, что я имела такое удовольствие. Я даже не могу назвать это другим словом. Удовольствие работать в библиотеке имени Гейченко. Целый год. Статьяна Николаевна, Александра Петровна. И год этот был непростым. Это год, когда мы отмечали 120 лет со дня рождения Семена Степановича. И за это отдельная благодарность. Потому что я очень глубоко погрузилась в тему. Готовила вечер. А потом поехала со своей семьей в Пушкинские горы. И, собственно, там и родились стихи и про Пушкина. Ну и, наверное, где-то глубоко про библиотеку. Потому что библиотека, вы знаете, очень любит и дружит с Пушкинскими горами. Часто здесь бывают сотрудники музеев. Все это такое родное. Готова возвращаться я в Пушкинские горы. С поэтом здесь встречаться. Прогулки, разговоры. Озеро Кучане неспешно вдоль воды. Чай после с калачами. Из старых литр-ряды. На вековой аллее не встретишь аннукер. Об этом сожалея, стихам сдаешься в плен. И пушкинское слово мир создает иной. Он каждому знакомый и каждому родной. И собираешь строки буквально вдоль дороги. О рощах и дубравах, где спят в тени пруды. О юности забавах, о соснах у тропы. Ласкает ссорость взоры. Душа поет от счастья. Я в Пушкинские горы. Готова возвращаться. Не можно? Спасибо. Спасибо. Я, правда, своего имени там не увидел. Но ничего. Зато почти полная цитата. Полная цитата. Вы должны были почувствовать. Вы знаете, конечно, некоторые ждут от стихов, как бы сказать, актуальности. Что-то у тебя нету того, чего вот там-то есть. Это совсем не надо. Вот когда Шуман в 1848 году пробирался через поле, где стреляли, там валялось, что не нужно убитым. А после он написал нежнейшие, понимаете, пьесы. Это был его способ ухода в себя от того, что происходит. И это нормальный ход. Это нормальный ход. Вот. И... Ну, об этом еще очень много можно говорить. Ну, сейчас я должен представить вторую поэтессу, здесь живущую. Это Нарсия Наталья. Вот. Ее дом, вы проезжаете, он такой похожий на... В доме живет Сергей Александрович. Ну, да. Дом похожий на замок. Вот. Я всегда думаю, что я туда могу зайти. Но почему-то не решаюсь. Вот. Я решаюсь. Это знание сумеречное в мирах блуждает по границам, упавшим яблоком, белками словно вывращая, входит в лад. Амбрузия и внутренняя встреча летит с куста, лиловый ганн и облака пылят. Мой бред там, в шелесте, у листьев, хмельным крылом, в полы и мяту тяжелее, в ознобе падал на поля. Зрачком вместе со мной миры следили за игрой. И вновь петух кричал. Замусоренные углы, тревожные по комнате круги, и вдруг, остановившись, понимаешь, что словно в ожидании годом идет за годом год. И неприятное волнение морской напомнит растопыленный прибой. Бросая вертикальные акценты и в вертикали той, увижу зеркало высокое со мной, уже отщелкивает селфи. Но балагнистость слова, а рядный нить, ведет по памяти там, как толчья на карнавале. На кладбище такая толчья в могилу, что белый голубь, Господи, слетает. Мне космонавтом, кажется, и ночью на окне. Усядется сова, уставится безумным глазом. Мое, наверное, отражение в стекле. Тогда по небу голубому, словно репейником к подолу, Вцепившись, звезды колкие звенят. И я скажу луне, эй, ты, дитя, небесная пиявка, От жизни счастья ждать, что может быть в лупе. Здесь грешников по данту обращают в лес. По вешенным носок находят тело ветра. Внизу окаменелые растения, Расползшиеся буквы словно Соднит, царапнет что-то. Слышен свист. Дозволено ли будет нам с тобой Деревьями стоять и, наконец, Смотреть в глаза друг друга? В импровизацию пространства Вбегает мышь, чтобы сойти с ума И лишь потом понять. Ну и последнее, несколько строчек, Священные этому месту. Водички не хочешь? Когда танцует бог, Волнуется залив, Плутать тогда по зеркалам, По закоулкам парка, И входит трепет трели птичьих Солнечной щекоткой. Во мне прилив гомера И отлив. Спасибо. Наташа музыкант и художник. Спасибо. Ну, балет не видно. Балет не видно. А занималась удивительной. Правда? Выставка, мало этого, Здесь я ухожу несколько художников, Но, к сожалению, их работ на стенах Я не вижу. И один из таких художников, И в то же время поэт, Это Ирина Кейс. Она у нас участвовала в нашей выставке В Санкт-Петербурге, В Доме писателя, Писатели-художники. И она входит в ту, я бы сказал, Команду замечательную учеников Вячеслава Лейкина. Вот это, наверное, Один из таких, ну, для меня, Ну, как бы, показателей. И спасибо, ребята, что вы здесь. Спасибо вам. Спасибо. Когда Ирина сказал, что она начинающая, А я прочёл её стихи, Я сказал бы, не начинающая. Вот. И... Нет, опытные, опытные, да? Опытные, да. Опытные, да. Но интересно, что я ничего не нашёл Лейкинского в этих стихах, Потому что я привык Лейкинский в этих стихах, Какой-то там, ну, я не знаю, Какие-то юморные какие-то вещи. Это настоящий лирик. Вот так вот. Немножко снега. Пожалуйста. А вам микрофон надо? Нет. Снег не летит, А падает отвесно, Неудержимо, Густо, Долго, Честно. На плечи зданий, На деревья, Сквозь печаль, Идущих по дороге, Брось. Заметены следы, Ступени, Стёкла, Кружится ночь, И всё вокруг замолкло. Сверкает ель На площади пустой, Бело везде, И наступил покой. Но скрип шагов Доносится оттуда, Где чёрный блеск И льда седая бруда, Из бездны страшной Из её глубин Вдруг появился Человек один. И через площадь, Где дома застыли, Идёт бедняк, Звенят его бутыли, И в тёмном доме В теплоте гнезда Ждёт не тоска, А спит его гнезда. Среди бетонных вертикалей Спрятан лес. Когда я спал, Как карандаш в пенале, Вознёсся зеленью Великой до небес, Растений бог И замерев в астрале, Обрушил дождь На небоскрёбы, В окна пёт, Живыми ветками Стуча в коробку И пробудившийся У дерева лифтёр, Жал на сучок, А думал, Давит кнопку. Над геометрией Внутри квартирных зон Тянул росток Змееподобно жала И раскрывал цветок Над спящими, Как зонт, Пока вода По потолку бежала. Диван покрылся Шевеляющимся ковром, Проснулся в ласковой листве Какой-то мальчик И видит сферу, Поднимает за окном И ярко светится Гигантский одуванчик. Ромашка, клевер, Слепота, Горошек Сплелись в одно И названы Букет. Погружены концы Зелёных ножек В иную воду, Пробивает свет Стекло насквозь. Сегодня постояльцы Ещё живут, Меж стебельков дрожат, Тут краткою протянутые пальцы, А воздух густ, До обморока сжат. Так венчики близки, Что субледатой Не различает их, Бежит спеша. Наутро скатерть, Словно простынь смята, Свет лепестков, Отвергнутая злато, Рассыпалась в тебе душа. Созрела ночь До самого порога, Разложены вокруг её плоды, Прохлада воздуха, Пустынная дорога, Завеса тьмы, Мигание звезды, Стрекочет кто-то, Мотырёк задумал Самоубийство, Двигаясь на свет, И бледная луна Взошла за домом, Дрожая, прячась, Человека нет. В лесу черно, Испуганный преступник, Шагнёт назад И упадёт в дыру, И красным глазом Наблюдает спутник, Как я не плачу, Стоя на ветру. Память. Я тогда завязну. Колодцы развивают рты Вдоль берегов ногих, И звёзды падают на дно, Сегодня много их. В тепле двора, Листва быстра, И странно невесом Качается слепой фонарь, И длится этот сон. На Гаванское шумит трамвай, Квенится дребезжа, И вздрогнет чашка, Вспыхнет блик На острие ножа. В глубинах лабиринта Тьма и лестницы пусты, Когда выходит человек И смотрит с высоты. Огромные дома Молчат, печальные черны, Ложатся тени их назад С нечётной стороны. На дом десятый, Там окно раскрыто В духоту, И замирает огонёк, Что поднесём картос. Застыло всё В предчувствии добра, Листва суха, Нет запаха, Нет ветра. Пустынно в чёмной Глубине двора Раскрыло небо Золотые недра. В клетушке малый, Где не ощутим, Размах пространства Над холодной крышей, Лежал мертвец, А рядом серафим, Свечу поставил К образам и вышел. За ним бежала Новая душа, И снег пошёл, И скляссящийся, Пеучий, И музыка, Отчаянно спеша, Рождалась и летела Из созвучь. Ещё надо сказать, Что сегодня, На самом деле, День рождения Вячеслава Лейкина, И потом, Как бы, Я прошу ребят Передать от нашего Всего коллектива Его поздравлений, Пожелания здоровья, 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 Передавайте, Пожалуйста, Мы его любви. Присоединяемся. Вот. И дальше мы Елену Шумару Приглашаем. Елена. Вот. Видите, Идёт такое, Как бы, Поздравление. Вот сейчас Поздравляю Вячеслава Лейкина. И Елену Поздравляю, Вот она Недавно У нас вступила Ваш союз писателей Санкт-Петербурга. Поздравляю. Я прочитаю Три стихотворения. Первое стихотворение Написано Внезапно От мужского лица. Ну, С него хочется начать. Не случается. Тесно В кубике кухни Под конусом Жёлтого света, Где в дыму Над плотвой Безголовой Соседки Бубнят, Где зеркально И слёзно, Поскольку Бесстыдно Раздета, Круто-бёдрного Лука Фигура Волнует Меня. Вознесенский Проспект За стеклом Еумытым Грохочет, То ли трубы Прорвало, То ли Асфальты Кладут. Я жую Волосинки Укропа И требую Отчим Не покинем В этом Прогорклом Платвичном Аду. Полотенцем С пилён Этой банки Багрового Лечим, Батарея По-зимнему Шипарит, Змеина Шипит У окна Не курить, Ни в живых Оставаться Не легче, Чем вблизи Раскалённых Чужими Обедами Плит. Вот и пушечный Выстрел От дня Оторвал Половину. Я в обрывках Дневных Несомненно Сгорел Подотла. Но внизу По проспекту Юна И как будто Невинна Белотелая Дева Шагает В чём Мать Родила. И дома Открывают Открывают Глаза Их Высокие Своды Словно Спины Счастливых Котов. Перебуд На Неве Поднимаются Над парапетами Тёмные Воды, Разливаясь По свежей Обшивке Асфальтовых Вен. Я ревную Её Безодёжную К смуглым Рапочим, К колокольному Звону И ветру Несущему Гриб И к тебе Да Зноба Ревную Неслышащий Отче Угасая В горячем Краю Обезглавленных Рыб. Запускаю Ей Вслед С трёхэтажного Берега Невод. Набиваются В сети Крикливые Птицы Скворцы. Я У кухни В плену, Но я вижу Как белое Дева Мой Объезженный Город Ногая Ведёт Под узцы. Второе стихотворение Называется «Разговор С таксистом». Трасса Горячая Липецк-Тампов Мы на такси Едем Согнут Подсолнухи В рыжих Жабон Небо Горит Медиа Дымка Лимонная Над зеленцой Это поля Рапса Солнце Усталое Прячет Лицо У духоты В рабстве Он Говорит Вот такая Земля В вашем Краю Тоже Псы За окошком Не слышно Скулят На земляном Ложе Я говорю О солёных Камнях Чаек Морском Крике А на развалинах Южного дня Спит Пастернак Дикий Мы Говорим Я Земная И он Зоркий Шофёр Арбус В косы Пшеничный Мягко Вплетён Тоненький Наш Август Тонем Чужие В ночном Янтаре Плавится Дом Рога Рвётся Разметка На сотни Тире В жарких Руках Бога Ну и последнее Сектурение Я часто читаю Про бабушек Да Ой Может, Доковорились Да, Я Захну Да, Сектурение Называется Старушка На утро Небо чихало Кашей И дом Спросонья Скрипел И кашля Лежали Словно Бокалы В вате Старушки В тёплых Слових Кроватях Старушки Зубы Снимали С полки И пол Неспешно Клевали Палки Зевали Кошки На всех Матрацах В ковшах Толкаясь Варились Яйца А там У дома Скреплись Лопаты Старушки Рьяно Чесали Паплы И в кофты Кутаясь Одиноко Сползали В кресло У зимних Окон С таблеткой Чаем И карамелью С тряпичных Тапках Побитых Молью Кто был Сидя Кто был Лёжа Они Глазели На жизнь Прохожих Одной Старушке В очках Для Близи Не видно Было Что Денется Снизу Она Окно Побеждая Хилость Открыла И За Окном Словилась Другие Стали Трестись От Смеху И В этом Кажется Дали Маху Они В прорубок Белые Хрупкие Тот Час Посыпались Снежной Крупкой Но Не достигнув Твердот Асфальта Старушки Сделали Пару Сальто И Словно Шарики С легким Газом Светы И Тучи Взметнулись Разом Они Летели Надув Подолы Внизу Постели Сделились Дали Внизу Мелькали Огни И Лица А город Думал Что В небе Птицы Казалось Небо Счихнел Бедняжик Как Рано Утром Счихнуло Кашу Но нет Старушки Летели Клином С подагрой Тиком Холестерином На юг Сквозь мглу И дождя Расколки Остались Дома Родные Скалки Пакет Пакетов Штанцы И Блюдца Я Загадал Пусть Они Вернутся Спасибо У нас У Лены Нет Поэтического Сборника У меня Есть Роман Который Занял Звечательное Место В издательстве Острель Если я Нужен Это Роман О подростках Это Такой Маленький Городок Где Все Боятся Маньяка А бояться Совсем Другого Чего Непонимания Родителей И Детей Это Замечательный Роман Совершенно Метафорический Язык В прозе Он Возможен А в стихах Возможен Вот такой Рассказ Оказывается Понимаете Это Тоже Такой Называется Нарратив Как бы Но Очень Интересный Может быть Балладный Но не Все Такие У Лены Стихи Они Разнообразные Может быть Мы Увидим Когда Ничь Книгу Вот Кроме Того Она Занимается Театром И Вообще Математик Вообще Математик Вообще Это Замечательное Вот Действительно Опера Какая Вот Сейчас Я Начинающих А какой же Начинающий Это все Готовые Поэты Вот И Но Когда ты был Первым Боря Цукер Когда Я представил И он Пришел И сказал Нам Свои Стихи Вот Тоже казался Новым А теперь Наш В общем Наш Наш Постоянный Так 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 Как У нас Все Так Под Эдиды Пушкина Я Не Могу Не Начать С двух Сихотворений Посвященных Александру Сергеевичу Поддерживай Как Хочется Великих Превозмочь Мой Стих Прекрасен Правда Кроме Шуток Табачный Дым Пережигает Ночь И Рвут Химеры На куски Рассудок Он Существует В нас Гипноз И Мон Не Зря Лежат В палате Поднадзорной На Койке У Окна Наполеон С ним Рядом Пушкин Паш Луга Погода Я Сижу Глотая Зной В ожидании Вылета Арабчонок Передо мной Прямо Пушкин Вылитый Но В челме Ядреный Вож Четко Крутит Пальцами Разве Что-то Разберешь С ними Иностранцами Да Похожим И весьма А вообще Не лепится Но Арабского Письма Строчки В столбик Лепится Может быть Уже Аллах Приготовил Акцию Пересадка В небесах И Реинкарнацию И Пара Сихотворений Которые Являются Иллюзиями У нашей Тани Дружный Дом Где Жизнерадостным Конем Скакал Обычный Стул Ничто Не вызывало Плач В реке Нырял Веселый Мяч И вовсе Не тонул Но Раз В дождливом Октябре Забыли Зайца На дворе На горе Всей семьи Игрушки Видно Вышел Срок Он весь До ниточки Промок Забытый На скамье Судьба Ударила С носка Вокруг Качается Тоска И стынет Вздох В груди Повисла Пуля Уиска Уже Кончается Доска И пропасть Впереди Ушел Чай В небо как самовары, под кровью скроется трава, а чудо-скрипку страдивари отправились в печку на дрова. Падут на землю похоронки белее, словно мёртвый снег. Поэзия, постой в сторонке, тебя опять возьму в ковчег. Спасибо. Борис, ты захотел на гитаре, потом, да? Ну, если будет время. Вот я что хочу сказать, вот еще, сейчас будет новый, можно и Лоник готовится. А, в курсе, да? Вот, мне очень нравится строчка «Во мне вчера погиб поэт, а человек пока остался». Вот, понимаете, это самое, вот у Кушнера было такое маленькое, нам же рассуждать сказал осколку. Понимаете, все думают, что поэт это что-то особенное, да, такое, а у Кушнера было такое, что это просто отликнутый в толпе человек. Ну, то есть, такой же человек. И вот он мог сказать такое, может быть, не в рифму, да? То есть, совершенно другой взгляд на поэта. И у Пушкина, кстати говоря, вот этот момент есть, когда пока не требует поэта, да, он заботы суетного света посвящен, и просто это попут мыслить, я бы так сказал. И вот, Борис, по-моему, очень интересно мыслить. И вот еще одну строчку. Сочиняю стихи или строчки меня сочиняют? Вот я все время думаю над этим, кстати говоря. Да. У нас с Борисом, кстати, вот сказали, что мы обычно ведем, но однажды это удалось нам и вести вместе, так что... Это я неосторожно померил вдоволь. Лучше не верить. Лучше не верить. Лучше не верить. Только что говорили про Елену, что она и стихи, и прозу замечательную пишет. У нас вот тоже здесь такой замечательный человек, который поступал в Союз писателей как поэт, а сейчас очень много пишет прозаических вещей. Это Илона Якимова. На самом деле ее исторические саги меня очень, как сказать, поражают, потому что ты читаешь о средневековых моментах и вдруг чувствуешь, что там живой диалог. То есть как это удалось, и как она это все делает, это, на мой взгляд, волшебство, удивительно. И спасибо ей. И на самом деле, опять же, она меня всегда периодически поражает той же своей футболкой. Е-писатель. Е-писатель. Тематическая футболочка. Рабочая. 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 Рабочая у меня другая. Загребает золото горстями. Шулеру напротив не садись. Так и жизнь твоя, что кость пустая, плюмбомом под горло налетая. Бросит Бог, художник, не садист. Бросит Бог и проиграет черту. Унесут твой эпилог в вечерку, где при жизни было полстроки. Кость и персть в горсти, земля и глина. Я когда, неведомая, сгину, выпав из протянутой руки. Падая на стол, грохочет слово. Даром, что от странствия земного остается ровно полстроки. Говори, покуда не обманут, не приминут, праведней не станут. Говори, поли, не береги. Если про Пушкина, значит про Пушкина. Я вообще писатель математический, вот как-то так от одной цитаты оттолкнулась, и в другой пришла. Значит, эпиграф, соответственно, и сердце горестных заветов. Любите самое себя. Пусть сто онегиных прекрасных чередой извод выходит ясных, наивным счастьем слепя, чуруя в лед молодую деву. Они влекут ее ко хлеву нарциссов полного. Глупя мы слишком часто преподаем к мужскому якобы плечу. Любовь живописуют раем. Довольно, больше не хочу. Сплошной некрасов, кони, люди, печорин, избы наскоку, вали их всех. В ответ пребудет ну максимум мерси буку. Мужчина прост, его обетом поверить только полбеды. Мужчина внит себя поэтом и в мире в том, и в мире этом. Беги вдвойне, его труды всегда важнее твоей любови. Он страстно изливает в слове в камен и каждая не ты. А ты живешь в краю далеком и не жена и не сестра под небом пепельным высоким дым отлетевшего костра слепой дедоны обоняя, седая и насквозь больная пора, ты думаешь, пора. Ты, кто чернилами закапал, кто в лудом оскверлил сей сад давным-давно ни друг, ни брат, пиши, говори, что дорога мог, что сам обманываться рад. Ну и последнее. Уже говорили, что Вячеславу Абрамовичу Лейкину, гениальному поэту и не менее гениальному педагогу сегодня исполняется 87 лет. Поедешь в царская подруга, ты к отошедшему отдел, внемли. Бывало он средь круга камен гудел, как отхлебнет из-за покрены, трещит парна, сгорят стога. Досель глаголы вдохновенные, им бог, а не слуга. Он бородатый мастер слова, всегдашний в бурях рулевой. Мы бухты этой ищем снова, когда уже тонуть готовы, когда нет ни огня, ни крова, хоть вой. Передавай ему приветы всемелким бесам завиты, ведь мы отчетливо поэты, а не скоты. Передавай люблю, надеюсь, увидеть здравым воплоти, и ты сама цветком садеясь, цвети, а я прибитая к блокноту, луной приравнена к грошу, восполню, верю, жду чего-то, пишу. Спасибо. Слышали, что Валера сказал, и он вошла в короткий список Боголя. Однажды на пану уже получала, он был вынагием. А с другой деменацией мы были в соавторстве и мы еще говорим. А стишок Прогушкина вошел в лон комплекс и не остаток в лон. Как почитает Павел я вдруг фамилию забыл Алексей. Сложно это сказать. Нет, не понимаешь, у Пушкина тоже очень простая фамилия. Ирина сказала Бог, веселая. Вот, нет, Павел, извини, это просто. Это шутка. На самом деле меня радует Борис, потому что с ним очень интересно всегда вести какие-то вечера, потому что это какой-то фонтан информации, каких-то ассоциаций, перекличек. Ну, волшебный человек, на мой взгляд, и я рад, что он здесь. Дай я про эту книжку еще. Я потом замечательно в ней свои вступления. Окончил о себе, да? Окончил реальность, запятая. Кажется, в прошлом веке. Где я сейчас? Не знаю. Вижу разветвление времени, пространства и слов. Возможно, брожу, что-то ищу, нахожу. не знаю себя ли. Вот нормальное состояние поэта, просто, конечно. Хотя проза тоже иногда короткая, замечательная. Ну, тогда, видите, опять вернемся к футболке. Если кто не знает, это фильм серийный, Калифордникейшн, где тоже там Дэвид Духовный играет писателя, который так немножко себя ищет, не находит, и у него любовь, там, ну, очень интересный фильм. И клип, я считаю, замечательный клип. Так что, да, писатели, это еще та история, конечно. А поэты, наверное, вдвойне. Вот из этой книжечки тогда парочку штучек почитаю, наверное, совсем многие. Снежинки, видимо, будут падать в грязь вечно, надеясь, что-то изменить в этом мире. Загадка красоты. Со светом свет искать, уйду-ка в темноту, оттуда свет виднее. Спешим, это вот совсем новенький, спешим, не излучая суть проблемы. В гардеробе внутреннем навешаны проблемы. Не разобрать. Уж слишком недоумки сейчас в цене. Они себя так ценят. Плоды образования не съедены. надкушаны. Стихи, которые здесь звучат, мне кажется, сегодня создают такой петергофский космос. Я благодарю всех поэтов. Спасибо. Спасибо вам, что вы здесь, что вы вместе, и что радуете своим суток. сейчас я приглашаю Лену Литвинцу. Кстати, она участница, как и предыдущий Борис Цукер. Вот этой вот программы, смотрите, ретроспективы, так как она написана, вот если вы вот так же наберете, то вы найдете там многих участников современных поэтов. и Бориса Цукера, и многих вообще, и земских Валера, которые будет даже считать. А вот героиня Лены мне очень всегда была симпатична. Мне нравился тот ее период, когда она с гитарой в электричке выступала, да, ну много разных. Она на планере, хотел сказать, каталась, ну вообще парила, наверное. Парила? Да, потом какой-то другой период, потом она вдруг как-то совсем другой стала, серьезной. Я даже как-то не заметил, как это произошло, и хотел сказать, вырослась сильно поэта. Да, у нее говорится только свежесть. У нее книга одна называется, ой, я правильно назвал, «Свой туман». А сейчас другая книга. Сейчас у меня вышла в прошлом году книга «Кружным путем». Если кто-то захочет, у меня что-то 5 есть, я могу это перейти. Да, кстати, раньше поэты продавали книжки, а теперь такое, раз тебе дали, ты раздавай. Да, гарантирую сказать, раздавай. Желающие могут купить. А желающие могут купить, то есть донат, так называемые. Ну вообще, Лена, извини, это так. Да, я попробую наизусть. Два стиха. И дальше, и дальше, и дальше, где-то скучит, а другую доска воздух поет, хроникая в дыру, пес завывает, как чья-то тоска. Двери скрипят, трепыханье в синях, мир непрерывно тебе говорит, вот он, я здесь, наяву, не во снах, жуткий и чувственный, бесстышный и открыт. Дом деревянный, уютный ночлег, шорохи влитых, в твое естество. Если б внезапно вошел человек, было бы это страшнее всего. Мне хочется выпасть в далекое детство, и даже не в детство, а просто упасть на чистое, теплое, ровное место, но только не в зрелости страшную пасть. Я помню, как бабушка вслух говорила стихами о птицах на собственный лад. Сорока-воровка, мне каша варила, пока не открылся казенный детсад. И вновь изначальную радость являют поющие птахи. И жизнь хороша, и небо сияет, и время петляет, и бабушке рядом летает душа. Стихотворение про деревья, это единственное из книги. Тени огромные, тени безумные, бедных деревьев плясали всю ночь, как вы окрестные, стройные, шубные, бешеный ветер смогли превозмочь. Раньше стихии бывали волшебные, ствол обнимая, шептала слова, так до сих пор предо мною целебные, вьются частицы того волшебства. Как разрастались деревья от сырости, сколько повалено было потом, мне довелось в этом городе вырасти, спогнутым вечно, от ветра зонтом, стали мы взрослые, тяжеловесные, даже смешно закрутить пируэт, но, мои милые, други древесные, с вами пляшут, как безумный поэт. Я, наверное, прочитаю, долго не буду задерживать, прочитаю из книжки последние. Переживаешь за героя в твоей живущего душе, а буря мглой в небо кроя устала крыть его уже, и заиграла, зазвездилась глазам доступная страна, но где герой, скажи на милость, ему галактика видна, там звезды пьют, вот ковш и кружка, восторг души и боль ее лишь поутру душа старушка опять возьмется за свое. Я хотел еще передать приветы от Дмитрия Ивашинцева, младшего, от Вики Черножуковой, от Германа Титова и от Алексея Филимонова. Двое из них на работе, двое заболели, они вам всем передают привет какое-то время. А вы передам обязательно, скажу, что они много потеряли. и я только что Борис говорил про эту книжечку, здесь вот сидит тот человек, который верстал ее, помогал мне создавать, это вот Валерий Земских, замечательный поэт, который на самом деле мне очень нравится, и над многими его строчками я часто задумываюсь, останавливаюсь, некоторые его произведения, честно скажу, не понимаю, но меня как-то порадовал Валерий Мишин, наш академик, заслуженный художник, который сказал, что Паша, почему ты вот эти стихи выкидываешь? Ты оставляй, они непонятные, пусть стоят непонятные. Мне кажется, что в некоторых вещах, может быть, Валера так и поступает, и ждем его, Валера А там шикарная подпись, мы видели от Павла. Быть может, надо было мне уехать. Куда? Бог знает, но не схватывай. И я остался здесь, а здесь куда-то подевалась, уехала. Ему-то до меня нет дела, вот только мудствовать не надо и объяснять, кто прав, кто просто попал в просаг. Вы лучше денежку подайте. Ветрено в пожарном проезде шапку срывает, и снег по лицу наждачной бумагой. До угла доберусь, передохну и дальше. А дальше то же самое, только похлещий ветер и острые снежинки. Мир обманывает ожидания, знает, что в падке у нас нет иллюзий, но и другого не густо. У колокольчика вырван язык, и ветер бессилен заставить его звенеть. Возможно было невозможно. А может быть возможно было, но невозможно знать возможно или невозможно. Как-то так. А впрочем, может все возможно. И даже то, что невозможно. Нет, это точно невозможно. Но очень хочется, чтобы туда. Вы не заметили, что время закончилось, а что осталось, да ничего. Быть это убивать за мигом миг. Мы в этом преуспели, и больше времени не будет, и можем не спешить. Да если бы хотели, куда? Не стоит волноваться, что опоздаем, это не грозит. Того, что нет, нельзя потратить. В карманах пусто, и молчит кукушка в часах, и цифры осыпались, и стрелки заржавели. из этого надо выдумать то, то, чего никогда не было, из этого, что было всегда. Говорят, не получится, и они правы, правы быть легко, а попробуй наоборот, выдумай то из этого, погляди, как заколдобится, как зашумит народ, как все вылетит в трубу на мороз, как все смешается в кучу, и это, и то, и соломка, которую постелил, превратится на лоз. когда нам будет ничего, тогда нам будет ничего, когда тогда, ведь может сразу, нам ничего не будет, но все же рано или поздно, скорее поздно, а не рано, для нас настанет ничего, быть может и не всем, но все же, кому-то будет ничего, а если будет ничего, то нам ведь ничего и надо. Осталось выяснить, когда же, когда нам будет ничего. Когда нас будут поминать, а нас не будут поминать. Чёрт будет тренькать на гитаре, по барабану бить копытом, в окно слезу гнусова петь, расскажет старый анекдот, потом возьмутся за стаканы и нас забудут навсегда. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Приготовиться к медведеве. Вот я, это самое, про Валеру, он же председатель секции 9-й, между прочим, много интересных книг, он тоже один из авторов, который попал в перспективы. Читайте, вы там увидите. Замечательный мой обзор. А сейчас медведево, значит, у него замечательная книга, так и называется, медведево, смотрит на медведя. Нет, медведково. На самом деле, на мой взгляд, в этой книге решается такой вопрос. Петербургская поэзия есть, она вся такая, какая-то классическая, понимаете, а московская, она какая-то другая, разухавистая, какая-то другая. Ну, я не знаю, как назвать. Ну, вот, ну, как, вот, еще чего, гитара, как Кушник, говорил, это вот как бы московская. И, на мой взгляд, вот, ее героиня в итоге выбирает опять вот это все. Московская? Ленинградская. А, да. Да. Ну, это так, я условно очень говорю. Книга, на самом деле, такая смелая, интересная, там есть, ну, какой-то современный стих. Ну, вот, почитай. Говорит, она, она недавно вошла в шорт-лист премии имени Анны Ахматовой. Да, вот это очень важно. Кстати, здесь сидит председатель, сидит, ну, как это, и кто называется? День рождения, да, день рождения. Да, да, 20 июня будет Комарова. Комарова, студия Машевская. А, да, это студия Машевская, там вышло человек 4 или 5, по-моему, да? Да, 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 3, 3, 3, 3, 3. Ну, там шорт 6 человек, 3 из которых это студия Машевская. Понимаете, как-то так в Петербурге и в Ленинграде было всегда какие-то ведущие лито. Вот, было Лейкинская, Машевского, Сосноры, Кушнера, ну, Нонна Степакова некоторое время было. Куда быков вышел, кстати. Да, быков бесконечно ей благодарен, и, по-моему, он издал вот ее многотомник. То есть, это еще остается. Это скорее, понимаете, это уже не какие-то там единомышленники какой-то одной поэтики люди, а скорее, это скорее компания вокруг какого-то интересного человека, да, в данном случае, это Бауэр. Который чуть позже почитает. Видимо... Ну, Елена Литвинцева, которая была практически предо мной, тоже из Литомашевского, и из Литой Лейкина она совместила. Да. Ветва Литова стала таким перекрестком. Литова Лейкина сейчас перевез. Вот ты сейчас называла слово «перекресток», а есть такое мнение, что есть действительно в поэзии перекрестное опыление, потому что я не очень знаю в ботанике, как это происходит. Мне кажется, что это не само, а вот как-то перекрещиваются люди. И, конечно, речь не в этом образе дела, а в том, что нужна среда. Нужна среда. Некоторые думают, что же союз писателей, там начнется среда. Там не наступает среда, там наступают некоторые итоги, так сказать. Да, там все заканчивается. Я в прошлом году просто вступила в союз писателей, понимала, что ничего не изменилось. Ничего не дало, да. Кстати, мне это напоминает, если вернуться к картинам. Пикассо говорил, что картина живет пока она в мастерской, пока он что-то поправить может, пока он в этом освещении, в этом живом чем-то. А там это... Музей, она как бы немножко умирает. Ну все, это... Ну да. Я продолжу оптимистическую ноту, Валера из Москвы. Прадеда звали Нил, прабабушку Лена. Он из себя выходил, заливал неизменно страстью своей африканской, ревностью, Винной, бытых равнинной. Она отвечала с трудом, покрывалась льдом, Грозилась замерзнуть на веки, Как будто они были реки, не человеки. Так жили, отмучились. Их дети излучены с родного порока, Бежали потоками, ручьями, ключами, Тихонько мельчая. В ноги подземные воды, Омутые болота, Дожди, рассекающие поля, И я, последняя капля. Следующее стихотворение «Литариновое море». Я думаю, что жителям Петербурга не надо объяснять, что это такое. В общем-то, мы фактически находимся рядом с ним, А чуть-чуть еще пройти, Окажемся на дне этого несуществующего моря. Море названо в честь улитки Литарина. Тише, тише, улитка, ползи Вдоль по склону к заливу, Подорожник, наливший грязи, Глуби-ка, что слива, Сыролежка, что слева, На паводу чем-то похожа. Тише, тише, ползи, не спеша, И тогда ты, быть может, Разглядишь не вон там за холмом, А во времени быстром море, Глубже которого только улитки, Чьи мысли, незнакомое, Странное, страшное, Даже отчасти, Тихо-тихо, улитка, ползи, Не спугни свое счастье. Последнее стихотворение написано В Комарова тоже на берегу Литариного моря. Мне яблоко напоминает звук Раскатистого медленного грома, Который сотрясает крышу дома, А круглым р-р-р так радостно в грозу Смотреть, как побежденный татарвой Отходит ливень, Бормоча невнятно и яблоками, Солнечные пятна ложатся на загривах, травяной. И мая с благодарностью к дарам, я повторяю, Господи, спасибо За то, что жизнь устроена по силам, за слабости, дозволенные нам, За этот вид из дачного окна и яблока, тросянутые ладони, Но ветер оборвет на полусловие, я был, я был, и дальше тишина. Спасибо большое. Я объявленный Владимир Павлович. Объявленный. Добрый день. Я почти первый секс без него, если будет много слышно, то я возьму. Лучше сразу, сразу слышишь. Со своей богемой, там, где этот сброд к несчастью был, Помню, перемивались с гевой, остальные подвиги забыл. До свидания, смертная тиранья, Мне нашептала пасты, Будьте амнезия на зидание, Будьте дар аорты на разрыв. Ибо куда пилась и плодилась, Во главе безумцев нёсся я, Будьте обматывая стилос, В нежные воронки бытия. Новолуние. Что остаётся после? После всего, что ясно, наперёд. Любимая воркует, От счастья сдохнуть не даёт. И сын сам дедешний туда же, А твой мифический грааль, Все переобложивший блажен, Уж на днём чарит куража, Чаруя непривитых в край. Что остаётся после? Мантры небесные, Старомодные муты, И в терпы тёмные пастарды, А санну нежити поют. А не родня тебя, Не морщся, С тобой до точки лишь аминь. Что будет дальше? Залп от мира. Всё, всё, о чём я заяснёшься. Нет у меня друзей, О кроме подруг, Крашенных их очей, Маникюрных рук, Трепет пещерный, Утренний лёгкий спит. Люд не могу, Признавался седой эпид. Влага и нега У них обитают там, Где у друзей Платоядный сопел Адам, Ярость и шум Изрыгая Велика лавой, В час, Когда не подагра И геморой. Жизнь очень странно Подводит, Представь, Итог, Сдуш собирает Накопленный треньем ток. Видно лишь этот, Страсть и земной ампер, Годен для поддержания Небесных сверх. Небо темнело, Внимая хмельным речам, Девочка пела, Амур Внимал колчан, Боги шипели, Шняга, Ширная чушь, Стекла, Стекла шарпнеля, Градом, Завершили душу. Вот девою Пречистой Названа, Дает от изумления Она, Гармонию курьез, Шелка и мятан, Люби теперь Речистый Алладин, Отодранный Супруг Спасадил Сосуд страстей, Она негодоважна. Ах, Кто не пил Слияние шартрес, Кто меньше пил, Тот более облез, Да, Отличился Кант Трусливый Штурли, Но с недоступных Звезд ему С небес, О чем шептал Во тьме Незримый Бес, Кто знает, Лишь познание Черной пули. Люби, А куда черти Не сожгут, Или плоги За грехи Сошлют Сургут, Где в похоти Ответренных Безанок Распят, А после Растворенных Ночи Круг Зарычишь, Расмейтесь Татьяна, Мочи И гробит Замок. Не спел И не успею Чашу трепетов Твоих, Ты умнеешь, Я старею, И погутный Ветер стих, Наши бедные Оконца В коих Скай Поглас певал, Здесь ливали Волоконца Душ Ликующих Овал, Потемнели Верносети Пропорол Убертвях Сервах Видно Песнопения Эти Грубий Раздражали Враг Нынче Жи И помнить Нечем Что шептал Иши Завон Прорастая Вечер Прещет Ночь Дорех Сырой Я вас Дебил Любил Дебил И сейчас Возможно Но Невлюбленный Вас Ужо И как-то Стало Жить Свежо И Солнце Улыбаться Можно Душой Обманываться Рад Судьбы Рассеивая Семя Лежу Что Твой Дегенерат Среди Почесывая Темя Распахнутых Убанишат Небесных Мантр Ловя Струи Любую С девочкой С резинкой При безумии Земной Любви Ума Протива Шпилиться С резинкой Спасибо Да Вот Ее Тоже Это Ее Работа Гравюр Мои Книжечки Повухожие То есть Вот Я Главу Жалко Что Здесь Женя Жаворонков Ира Вот Тут Киес Но Я Про то Что Их Работы Здесь Не Висят Ир Голдовский Тоже Ну Всегда Висели Раньше Ну И Вашинцев Работа Висела Вот Как-то Все Грустно Ир Я Только Что Указал Вот Она О том Что Ты С Не С Следующего Кого-нибудь Давайте Следующего Давайте Ирочка Я Эту Книгу Которая Называется Переходы Павла Алексеева Павел Алексеев Обрати Внимание Пожалуйста Встай Рядушку Будь Добр Ирочка Я Тебя Много Много Лет Знаю Павла Уже Много Много Лет Знаю Только Сегодня Осознала Что Ты Нарисовала Господи Никто Не может Сомневаться Я Так Точно Сергей Сергеев Художник Участник Выставки Где Сережа Тогда Организатор Выставки Представьтесь Я просто Не имел Вас в списке И Думаю Как Рассказать Зовут меня Тимур Китерликов Я Человек Живой Панте Земля Зачем Мне Что-то Себе Рассказывать Я Почитаю Тестовое Стихотворение Вы Сделаете Свою Вывод Кто Я Такой Атропос Ну Все Знают Такая Атропос Это Три партии Которые Одна Нить Человеческой Жизни Придет Вторая Отмеря Это Третья Режет Которая Режет Она Атропос И Есть Ты Не Вейся Тревожной Осиною Об Отмеренных Годах Ниной И Тебя Как И Всех Изнасилует Черный Ветер В Октябрьскую Ночь Ты Пойдешь Как Растеянный Маятник По Осклизлой Опавшей Листве А во След В Доме Скрюченном Маленьком Будет Биться Открытая Дверь В Темноте У Заброшенной Станции Ты Войдешь Погуревший Вагон Меж Безликими Прялками Старцами Будет Тускло Неровным И Призрачным Все Былое Вернется Во прах Ты Поймешь Что Неверен На Приз Расчет А Утерянное Не Собрать Третий Сядешь В Кур Бледного Пламени Смыслью Все Могла Изменить Не Заметишь Как Пальцами Слабыми Оборвешь Чью-то Тонкую Нить Мы Вращаемся Плавно В прозрачных Шарах В окружении Таких же Немых Наблюдаем Бесплотность Попыток Орать Сквозь Стекло Но Ни Слово Ни Мысль Не Покинут Прохладных Невидимых Стен Ощутимых Касанием Руки И Лишь Эхо В ответ Да и То Лишь Для тех Чьи Шары По Объем Ни Других Наши Уши Привыкшие Плыть В пустоте Вдруг Уловят Неведомый Звук И Сминая Извечную Скованность Тел Мы Покатимся Руки Внизу Как и Ноги Вращают Прозрачную Тверь Голова Неестественно Вверх Рот В ответном Беззвучном Стена Не отверст Мысли Чувства Одно лишь Поверь Мы Несемся В слепую Звенящие Ночи Обретая Надежду В пути Но Звенящая Ночь Лишь Бестрастно Молчит Хоть Ползи Хоть Шагай Хоть Лети Мы Столкнемся Друг С другом И С кем То Еще Все Быстрее Сильнее Удар Будто Выстрелен В хаос Гигантской Прощой Шар Несется К мишени Туда Где Расколется Вмиг Предстоящий Всему И ты Сможешь Исторгнуть Свой Крик И Другие Услышат И Что-то Поймут И Покатятся К точке Внутри Я Обещал Три с половиной Сихотворения Полсихотворения Я имел ввиду Хайку Его же нельзя Назвать Триноценным Сихотворением Можно Значит Будет Четыре Но Будет Очень короткое Называется Оно Найтмайер То есть Кошмар Ночной Ромулу Где Рэм Брат Твой Назван Гитлер Проснулся Ну и Последний В декабре У камина Конечности Мерзла И грея И Дойдя до Абсурда Тоскою По солнцу Борим Вспоминаю Матросов Решивших Сушиться На реях И солдат Захотевших Дорогу Показывать В Рим Я такой же Матрос Мое тело Пропитано Ромом Я такой же Солдат И мой разум Пропитан Вином Но не плавал Я дальше Чем летом В Стокгольме На пароме И пешком Не ходил Чем за лодкой Зимой В гастроном Мне досталось Мое небольшое Каминное солнце Я умру незаметно Ничто и нигде Не свершив Не повиснув на рее Крестом Не порадов Сосум В тишине Ну и пусть Но зато я пока Еще жив Спасибо Аплодисменты 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 Давайте Давайте Ему еще И за И за И за И за И за Ну и Второй Отход У нас Алла Сейчас Узнаем Зачем Константин Был Нина Саушкина Я думаю Что ее тоже Надо приглашать На наши Выставки Потому что У нее есть Очень интересные Работы На ней Есть Очень интересные Работы И на ней Тоже Вот И замечательные Строчки Она у нас Пишет Спасибо И на этом Тоже Огромные У меня Длинные Поэтому Нормально Слышно Да Потому что А по-моему Там фонит Уже Нехороший Голос Ну вот Попробую Так Старый дом Во дворе Там где У Галажа Ой Чья-то Ауди Нет Нарет Флигель Вынырнул Корышко Режавый Из бензиновых Питерских Вот Кто-то Выдернули Позвоночник Лифта Досками Заколотил Пустоту Где Из скважин Замочных Не раздастся Железный Мотив Но на дереве Темном Экране Между досок Взъяет Пролом Голубая Небесная Рана Там Горит И боит Облом Демонстрируя Улиц Изгиба Облака Проходные Двожи Я плыву В чреве Каменная Дыра Золотистую Искр Икры Превратиться Мне хочется В точку И скатиться В чернильный Провал Отомстив Этой жизни За то, что Здесь никто Меня не узнавал Что мне выпадет Чет или нечет Завершит ли Продлит ли Судьбу Что за птица В черновом пепле Под твоим окном Заставит В тучу Что внутри Придумаю И озвучу Будешь ты сидеть Черновик Листая Над тобой Стопочется Книжек Стая Жаль, что Ни в одной Не найдешь Ответа Отчего Так Муторного Голорета Рядом Будет Тетенька Бытовая Баркователь Из чайника Наливаю Чай с мелисой И ничего Покрепче И котлетку Даст И тарелку Гречи Погасив Экран Где бежит Боец Свол Возвратить Тебе Золотое Детство Маму Папу И пионерский Лагерь Где Неактуального Цвета Флаг Реют Над тобой Зарей С востока И стоит Вожатая Валаука Скажешь Я из памяти Образ стер твой Уголок живой Превратился В мертвый Здесь в палате Ночи Такие сказки Что невыносимо Мне ждать Развязки Лишь глаза Закрыло Как все В дыму За горизонтом Лишь пожилая Муза Подливает в чай Лексиль Забвенья Что струей Мятный Скользит Повень Пригоня Тетеньку Если хочешь И к тебе Спланирует На окно Чиж Где ты был Черепиц Такой Из песни Ты для диалога Сперва Воскресни Что по смерти Вынырнув Как из пьянки Облегченно Выдохнуть На фонтанке Ну не знаю Один Два Сколько Давай Один Два Ну пока Один Как хочешь Ладно Два Можно Можно Хотя ладно Один Пока Один Как тут Порговля Идет Порговля Это 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 Точно Повеселее А вот фея Позитива Это Повеселее Если Глюзь Не дает Тебя Прими Не Аперитив Позитив Познакомься С творческими Людьми Вечер Бардовский Посети И Тогда Сидь Бархатая Колон Ты Узреешь Фею Добра Вдруг Она Окажется Благосклон На Полон Сироту Забрав Звенит С клюной Застучит Ногой Загорелой Как Крем Брюле Истекая С клюной Созерцай Избой Декольте Где Дрожит Супле И Глаза Мохнатые Как Шнили И Тернёт Русалычий Хвост Воспоёт Весь Мир Она От Земли И Цветов До Луны И Звёзд Да Поёт Она Как Горит Закат Величав И Течёт Река И Снежинки С неба К тебе Летят Вроде Сахарного Песка Зацени Гламур Подними Уже Рядом С Примую Сова Вой Ты Поглотку В патоку Влип Моше Вертишь Сахарной Головой Весь Глазу Белый Как Зимний Куст Отбивайся Теперь От Крыс Улови Ушной Меренгой Хруст Кто Там Палец Тебе От Грыс Как Теперь Ты В руку Возьмёшь Перо Затвердел Конфитюр Черны Причинила Фея Тебе Добро Ты Подарок Не Оценил В райский Сад Вручила Тебе Ключи Исцелила Тебя От Вер Что Ж Неблагодарный Молчи Лечи Поэтический Дябет Ну ладно Но он идёт Он там Просвящён Одному Поэту Купленный Снег Но он идёт К сожалению На ту же В том же Размере Как и Предыдущий Уезжай Атласный Тебе Лыжни Зарифмованные Вем Тоски На слезу Скупую Не жми Не жми Облетевшие Колоски Эта Местность Ты Схоронил В гробу Квящей Радости Упырей Но Стихам Твоим Не хватает Букв Что горят Снежи На костре Птицу Тройку Вспомни Метель В степи Замерзающей Клячь Масте Земле Разобьются Слова О Нас Ожидая Запаянные В хрустале Может Кто-то Тебя Задаст Спасибо Аплодисменты Стихи Говорит Стихи Все названо Но там Так все перемешано Интересно В этих стихах Что Даже Происходит Какой-то Сатирический От этого Эффект И он Доставляет Удовольствие Все очень серьезно Но на самом деле Что-то Очень сильный Бесногубый Старик Многовекий Как парк Серенбети Покровитель Черник Поедатель Еловых Спагетти С голубой Головой С поэтичной Фамилией Хайкина Бесконечно Живой Он обходит Лесные Лужайки По волотным Стезям Кулики Одинокие Бродят Шлют Далеким Друзьям Отголоски Невнятных Мелодий Этот грустный Мотив Даже волка Недоброго Тронет Милый Друг Приходи Безответная Птица Долдонет Одинокий Кулик Мог бы Рыбу Клевать Но и Тонет Как собака Скулит Как израненный Мусорский Стонет Веслагубый Старик В сотый раз Возмущается Этим Я кричит Не привык Чтобы плакали Птицы И дети Я кричит Не таков Я с нахальством Мириться Не стану И сердца Куликов Не позволю Взбивать Как сметану Чтоб исчезла Тоска Новый способ Придумал Теперия Всем надеть Куликам Лебеди Красть Слонорыбов Крым 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 На третий день вдруг заскрепели скрипки, в болотной глубине запели рыбки, пронесся свежий ветер по кустам, взлетели на шоссе автомобили, и ангелы на небе затрубили, и вышел из кустов Месопотам. Месопотам шагал, расправив крылья, в одной руке держал он сельмарильян, другой рукой приветливо махал, он обнял сладорыбого, как брата, назвал его ослом придурковатым, и миртку ног его благоухал. Месопотам был молод и наивен, он поклонялся Одину и Шиве, не забывал всесильную Иштар, смотрел футбол, заигрывал с куницей, на остров Каневец ходил молиться, любил жуков под соусом тарта. Тогда Месопотам зашел на кочку, и разорвав земную оболочку, взлетел над кипарисами паря, пока он кувыркался в поднебесье, Герасим гимны пел, красив и весел, он ощутил, что жизнь была не зря. И смерть пришла, и ангелы трубили, везде грузины ели, чихокбили, какой-то горец надкусил хычин, и радость растекалась по болотам, народы льковали, только кто-то слезу ронял без видимых причин. Все есть вода, и все полно богов, сказал когда-то генерал Никитин, который после смерти стал Налимом, и в мудрости с ним не могли сравниться ни рыба-меч, ни верткая мурена. Налим Никитин и Муксун Борисов, беседуя, плывут по Индигирке, за ними лунно-телый лещ Сергеев записывает мудрые речения, внимательный, подобно ксенофонту. Сергеев прежде был саксофонистом, он к мудрости при жизни не стремился, а только дул и дул свою железку, теперь боится упустить хоть слово великого и мудрого Налима. Никитин ставит хитрые вопросы, Борисов отвечает, но неверно, Налим противоречия вскрывает, и так приходят к истине совместно. По берегам холодные Индигирки, в козлинных шубах бродят рыболовы, Никитина куловок не боится, поскольку был убит в далеком кондо, а дважды умереть никто не может. Во век блаженны алчущие правды, в прозрачных водах ищущие мудрость, Налим плывущий по реке, постигший все бездны человеческих прозрений, его ученики Муксук Борисов и лещ Сергеев с ручкой и блокнотом. Сегодня такие все стихи, они такие мифологически природные. Хей, Быко, как странно, я вижу тебя в этом мерзком пейзаже. Хей, Быко, по мрачной и чахлой пустыне, куда ты бредешь, Горемыко? Ты ездил по Минску, я помню прекрасно, в своем экипаже и даже менял иногда за неделю двенадцать голландских рубашек и пил шоколад из фарфоровых маленьких чашек. Теперь ты стремишься дойти, добрести до Арыка, Хей, Быко, и шепчешь, за что наказал ты меня, всемогущий Владыка? Ты, будучи в Мюнхене, даже общался с Кандинским, Твой дом был, наверное, самым изысканным в Минске, и дома любил собирать ты друзей и хороших знакомых, весь Минск обсуждал временами твои вечеринки. Теперь ты бредешь, отгоняя хвостом насекомых, И в почве иссушенной жалкие ищешь травинки. Растаяла в прошлом прозрачная речка Немиго, Закончилась прежняя жизнь твоя, будто захлопнулась книга, На клумбе Петуньи, на грядке в саду земляника, Хей, Быко, исчезла в тумане супруга твоя Вероника. Закончилась жизнь твоя прежняя, да, Но она все равно не забыта, Ты еле грядешь, но стучат о засохшую землю копыта, И вот ты мычишь, и трясется земля От истошного дикого крика. Хей, Быко, хей, Быко, хей, Быко. АПЛОДИСМЕНТЫ Я еще пару слов хочу сказать в этих стихах. Здесь какая-то зашифрованная мифология, Которую не надо на самом деле расшифровывать, да, А она какая-то ироническая, И вместе с тем неожиданно серьезная, правда? И вот это столкновение имен таких разных, И до этого этапонимы у него так здорово работают, Ну, в разных местах. И мне напомнило, что такое ирония в определении Фазилии Скандера, он говорит, это когда человек быстро так подходит шагом к пропасти, стоит, смотрит в нее, а потом медленно возвращается. Понимаете, вот мы все куда-то шли очень быстро, понимаете, потом что-то остановились, а потом что-то так вот, и там возникают какие-то очень столкновения слов, и все такое такое, да. Да. Немножко мне это напоминает, немножко напоминает Вертинского, да, только без его вот этих, ну, вывертых, знаете, так сказать. Да, это скорее такие смысловые такие штуки. Борис немножко сказал о Валере, что Валера у нас возглавляет девятую секцию, но он, наверное, не все понимает, что такое возглавляет секцию. Это периодически еще читать литературу тех, кто рвется в союз, вот, и, понимаете, когда у меня звучат уже, я бы сказал, профессиональные поэты, писатели, это одна история. А читать вот рвущихся в союз, это беда. Вот Валера это делает и очень много лет. Вот, мне тоже приходится по прозе тоже самое делать. Но здесь вот есть человек, которому потом стекает с обилия этот книг, у нас Борис входит в приемную комиссию союза писателей. Решаю я. Правда, там еще две. Вы знаете, вот, за премией Гоголя, вот туда, к руководителю премии Гоголя, в приемную комиссию сюда, вот. Вот, но здесь что, вот, понимаете, когда мы его слушаем, он нам рассказывает о том, что он любит, что ему нравится, что вот из ваших строчек у него резонирует и вызывает какие-то его фантазии. Ну, вы представьте, сколько он еще всякого разного читает. Это вообще, как бы, надо поклон и ему, и в Вальтере, да. И сейчас вот... Свои стихи прочитает. Да, наконец-то блеснет, скажет не только то, что он критикует, а о ком-то рассказывает, но и сам. Так скажет, как надо. А мои так, просто стихи лирикам. Обо мне один раз один поэт сказал, ну, что такое, ну, Григорий, ну, как тебе нравится? Он говорит, правильный поэт. Я подумал, вот я правильный поэт. Проходит вот месяц, я думаю, сколько правильный? Я должен быть неожиданный, неправильный. Как ты правильный? Нехорошо, он мне сказал, он, видимо. Хотел уже идти и спрашивать, что ты имел в виду вообще? Что такое правильный? Должны быть другие какие-то определения. В общем, не нам это решать. Не нам это решать. И даже не зрителям. Поэтому это где-то там решается, да? Я думаю, что хорошо, что мы дружим с правильным поэтом. Да. Не значит, что стихи все правильные. Ладно. Я сейчас по теме. Про музыку, Дон, вот я в конце там. Все время громко радио играло. Оно в ушах эфир прилежно пашет. Нам из колонного транслировали зала. Скажите девушке, подружке вашей. И звали штурмовать далекое море. Мы поднимались с пионерской зорькой. Родители ссылали в санаторий. Одетых в лагерь с аппаратом зоркий. Порядок был из цемента и стали. И в мае на фасадах эти лица. Им сверху видно все. Мы это знали. Но Моцарт был за нас, как говорится. Теперь про живопись. Графика. Мы жили бедные, почти без красок. Игрушки, палка, камешки, земля. Нож перочинный, мячик. Выйдешь сразу, сарай дров, собаки, кошки. Я запомнил ссоры. Денег не хватало. Родительские арии с утра. Потом все это графикой стало. Где черно-белой радуга была. Ну еще раз вот о детстве. Брасываешь о детстве. Ну это Параджанову посвящено. Дело в том, что он когда-то о себе сказал, что я умер в детстве. Ну, правда такая значительная. Умер в детстве, дышишь понарошку, стал другим, вернулся не в себя. Из родных лишь дерево и кошка. Уцелели, может быть, скамья дачная. До пачка фотографий. Книга войнич. В ванной таз. Иногда я вспоминаю гравий. Гравий можно слушать, как рассказ. И песок на пляже в Сестрорецке. Пионерский лагерь ЛВО. Без него ты человек не детский. А ведь ты из детства. Из него мама, папа. Человек, в котором я живу сегодня, повзрослел и зашел на сны и разговоры. Умер в детстве и не пожалел. Ну, конечно, все проходят там свои периоды и все такое. Вот более серьезный немножко стих. Рассказ Гессы был, где вносят такой прибор, который может показать, что было в этом зале там сто или двести лет назад, звук услышать. Ну, и в итоге они ничего толкового не услышали. Вот. Но остальное я все выдумал. Воспроизведение. Сейчас спрошу, зачем в рассказе Гессы они воспроизводят запись звука, который в комнате был услышан в прошлом. Довольно дальним, кажется, лет двести. Сначала ждут перехода ассистентов и, наконец, приносят аппарат, описанный довольно нетехнично, ну, как фонограф или граммофон. Минут двенадцать было очень тихо. Потом, как шорох дальний отголосок, шумок деревьев, что ли, за окном. Собачий лайк, скрип из гостиной, двери. Что радио из прошлого сыграло? Крик мальчика и топот детских ног. Звухнула ложка, звякнула тарелка. Кому-то кто-то крикнул. Александр? Ответа не было. Далекий женский смех. И снова где-то запирают двери. И все, и все. А здесь бывал сам Кушкин. Съезжались гости, модный был салон. А что мы ждали? Споры декабристов? Осмысленный какой-то разговор? Они ушли и не придут обратно, туда, где ничего не решено. Теперь там ночь, и слышал чей-то кашель, и сдержанная реплика. Отнюдь. Ну и Пушкин еще. А старый Пушкин был бы добродушный, и снисходительный ко всяким сволочам. Но вряд ли тонкий, правильный и душный. Не спящий, как вам надо, по ночам. Я думаю, что гений и злодейство уравновесили бы к вечеру его. Чего не ждать от пишущего действий и нимба, осенившего чего. Стихов, возможно, было бы не густо, ни герта все-таки, ни фет, но был бы предоставлен шанс искусству в жизнь превратиться. Нет так нет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Борис Шилицкий, вот они недавно с Ниной из Калининграда, может быть, что-нибудь расскажут. Взятка. Вот я наконец получаю то, что я... Взятка есть, да. Мы с Ниной стали дипломантами международного конкурса. А вы говорите, что эти стихи ничего не дают. На большее мы не время работали. Значит, свое выступление я посвящу учителю, Числа Абрамовичу, Лейкину. Эпиграфом я возьму его такую строчку «Не спи, тут не спишут». Вот такая строчка. Вот что бы Алексей Сергеевич Пушкин написал бы, например, Сергея Скокрова. Он бы написал, думаю, такую строчку «Усколков вам...» А как там дальше было? «Открытие чудных, готовим просвещение звуга». Да я думаю, что было бы нормально. Теперь, вот Борис Еммануилович посвящал стихи Пушкину. Я посвящу ему, написанное давно, лет 20 назад, он может помнить. Книжка такая у горя была, называлась «На закрытие фонтанов». Однажды, как водится, в духом воспрянув, Григорий пришел на закрытие фонтанов. Я был далеко, и поэтому, к счастью, не видел Самсона с разорванной пасть. Не будет у них художных стихов, у них и так не густо. Ну, а поскольку... Добро я тебя переберег. Да-да-да. Поскольку день рождения Пушкина вот такие, значит, украл две строчки, свои прицепил. Онегин, добрый мой приятель, родился на облегах Невы, ему в кроватку клали шпатель, он шпаклевал в кроватке швы. Еще одно стихотворение по мотивам краткое содержание повести Пушкина «Пиковая дама». По твердому насту и тающей склизи, питающей чувства к шуршащим банкнотам, бессовестный Герман подкатывал клизи, Чайковский его расписал, как по нотам. Графиня при виде трясущейся Пушки решила, что, дескать, пора помирать ей. Уходит графиня, уходят старушки, и Герман уходит. Приходит Кондратий. Ну и совсем коротенький, я вот, как Паша Алексеевна, буду еще короток. Я за лечение коррелирую, с врачами, жаль, не коррелирую. Рай на земле, сказал, утопия, так начинается утопия. Сложилось все неплохо в доме, но поправил он закона домино. Бежал по замку, рысарь спикаю, но я слова его запикаю. Парадокс, ну чуть чего, после сыра фета, вспоминаю чуть чего, а бывает фета. О, козлилась, пока злилась. Поэт построил дом из слов, а сколько было дом из слов. Нашкодили, наладили, нашкодили, наладили. О японском алкоголе. Восоке, восоке. Еще алкоголе. Огромный булыжник, до гор подрузив, хлебнув коньячку, и ко гору, гляжу, поднимается, бодренько в гору, сизив. Частушка такая. Я обижен на фортуну, и пеняю на судьбу. Приглашали на трибуну, а послали на трибуну. Диалог у нас только был с Вячеславом Абрамовичем, я нашел на виду, без стихов, как со мной часто бывает, я думаю, сейчас на ходу что-то смешное придумал, но она оценит. Я придумал, пока поднимался по лестнице. Вот столица Перу, Лима, потянулся к Перу, мимо. Абрамович говорит, вот это Боря Сантьяго, столица Чили, вот тебе Перой бумагой и пиши, как у Чили. Вот так это работает. Ну, еще немножко, коломбурчиком, да? Послали вновь, и обоснована. Увы, поскольку обоснована. Ну, а наша изоляция такой от сены, вислы, идуная, идуная. А если объясни, да хоть чего, главное, да хоть чего. Забредают втишок типовой, типа стоны издает, типа ой. Боцман-лоцман удал по мордам, облетел с погон по золото, затаскали его по судам, по судам черноморского. Такая вот история вот уже родилась. Я в кино не пойду, он сказал, не до бреда. На бутыль посмотрел и сказал про себя, не до пито. И я тоже останусь, сказал, она не до бреда. Да, я дома останусь, сказал, она не до пито. Зашла на озон, бикса, купила бозон. Хикс. Сколько мне еще читать? Да, много. По-моему, всем нравится. Ты уже хочешь запускать. Давайте, Лидериков, прочитай немножко. Лорландская частушка такая. Башковитый Заволок издался, сочинил многотомник, издался. Правда, суть-то езды большинству до звезды и творения пока не издался. Выступал римский папа в Диаполе, и его прихожане не лапали, как предписывал такт, шли на близкий контакт, перед этим спросив, ты не папа ли? Живописцу из Витебской изи удавали седали и блинду, а у любимая Сара и в пальто у базара и ногая под башней в Пизе. Прозевая у склонов Алтая, занят был забиванием Болтая, околачивал ствол и трудился, как волк, превращая с Алтая в Болтая. Можно еще три прочитать и закончить. Актуальная такая история в хирургическом центре Испании ловко сделали пана Испании и отпустили юнца, что грустил без конца и теперь он в достойной компании. Саретели, гуляя по Корсике, пригубил неопознанные Норсики на воевого отеля Че Гевару, Фиделя и фигуристых горничных торсиков. Ну и закончу я еще один, где далеко находится Репино, тоже на берегу, поэтому про это самое Репино и прочту последний либерик. На медне на станции Репино девицам не дали по Репино сильственно крали, невинностью крали и книжку Захара Прилепина. Спасибо. Я вот чем завидую Боре, ну видимо его жанру я завидую, а не самому Боре, я завидую, что от такой вот занудной лирики избавился, а смог вот так вот себя исключить вообще. Ну я не помню твоих лирических стихов, извини. прочту, да, прочти меня потом прийти. Наверное, можно и такие стихи писать. Знаете, я помню, мы как-то Моцаром восхищались с одним человеком, а потом она приносит мне, говорит, ты знаешь, о чем там написано чудо-чудо, прелесть, прелесть, чудо-прелесть, как вы спелись, чудо-прелесть, как вы спелись, чудо-чудо, прелесть, да где содержание? А не надо. Не, у Бори есть содержание, по-моему, у меня пока. Я не про Бои, я про Моцар. Ему же писали эти самые, ну, либренты и все такое, а так-то музыка, он же говорил, у меня же вся, на ладони вся симфония, там все, вот здесь, а слова не нужны. Вот, я к чему, я к тому, что однажды при осколке я сказал, это в Ломоносове было, я ему говорю, что я тут прощел в Телеграм письмо Моцарта, что он сказал, что пишет папе, сыграл симфонию, пошел есть мороженое и помолился Богу, как и обещал, ну, видимо, ему, а потом пошел домой, потому что, думай мне лучше, думай мне лучше, а сколько он сказал, здорово, говорит, вам мусор такие бить могли? А я говорю, да, ну, в Телеграме, вот, поэтому, понимаете, вот это все, тут музыка, тут слова, тут все это, сегодня очень хорошо спелось, чудо прелесть, как вы спелись, вот так все, спасибо за присутствие. Ну, прекрасно. И у некоторых поэтов можно спросить книги, ну, не у всех, а вот у Литвинцевой можно. Забывайте, что вы на пути фибридерации, у Литвинцева. А у тебя как-то с собой. сколько мы будем иметь книги в фибридерации, и кем-то. Так что все. Спасибо за внимание. Я выражу всеобщее мнение и благодарность нашим ведущим, от всех нас, от гостей, от наших депутатов, читателей. Я думаю, сегодня замечательно прошел вечер, вечер на одном дыхании, мы не заметили, как пролетело время, наверное, часа два. Я даже, вообще без времени уже больше. Да, Отлично. К сожалению, подходит, да, к концу наш фестиваль. Очень жаль. Но я думаю, что на такой жирный умыть он проходит, и именно в Петербурге, и именно в нашей библиотеке, потому что сегодня здесь все читающие люди. Люди, любящие книгу, любящие вообще культуру, музыку, поэзию, да. Но я сегодня получила просто несказанное удовольствие. Действительно, ну, вот каждый поэт, это вот изюминка, ну, ну, просто здорово. Каждый в своем жанре, а вместе мы действительно здорово спелись. И, конечно же, Бориса Кривовна, огромное спасибо за ваш юмор, за ваши энциклопедические знания, и все к месту, и все так, как надо. Спасибо большое. Вречайте. Да. Борис Павлович. Это Симонос. Да, это Симонос. Это что? Спасибо, спасибо. Нормальный обмен у вас произошел. Я надеюсь, у них замечательные женщины, любимые, такие красивые, талантливые, что эти цветы плавно перейдут. И, конечно же, до новых встреч. До новых встреч. Спасибо вам. И вам спасибо. Я, видите, фиксирую. А где будет ваша премьянтовая оживелье? Кто-то друг. Где будет эта премьянтовая оживелье? Не жмите, на мой этап. Ага. 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 Коллеги, друзья, не уходите, не уходите. Не уходите. Не уходите. Ага. Обнимайтесь, обнимайтесь. Поближе, поближе. Поближе, покажи. Давай, давай, Я снимаю. Вот так отхожу, отхожу, отхожу. Вроде как все поместились. Саша, ваша книжка. Саша, если мне книжку почитать, не смотреть, не смотреть, в этом году выйдет. Я знаю. Ближе, 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 ближе. Я подойду поближе. Я помню, где-то, что вы сказали. Чистые, что я не могу написать, конечно, не я, не это правильно, я обращу. Никак не поместиться. Женщина, ну что вы делаете все равно? Отходим, отходим. Валера, давай вперед, вперед вот сюда. Нет? Это право первой ночи, право второй ночи. Да, я очень люблю, лови фрагментик такой. Какая компания, да? Кто там второй ночи? А на каждый телефон, да? Понятно. Приготовились. Снимаю. Все зависит от того, что у меня 22-го, потому что намечается одно важное телефон. Валерий Великобритатель.